Цитирую Бориса Абрамовича Березовского. «Медведев для меня – это растение, которое ничего не решает, а Путин в моих глазах – агрессивное животное». И вторая цитата. «Медведев клинически болен, у него карликовая болезнь». Какая судьба ждет, на ваш взгляд, Дмитрия Анатольевича Медведева после выборов президента 4 марта? Ну, смотрите, во-первых, давайте я все-таки поясню, что я имею в виду. Я не хочу быть голословным. Я действительно считаю Медведева клинически больным. Я действительно не медик, у меня нет никакого профессионального образования, но я читатель, да, я могу открыть книжку, да, практически любую, да, по математике, по физике, по биологии, по медицине, и на содержательном уровне разобраться в любой проблеме. Понятно. Вы знаете, я это проверял на своей маме, да, я когда зачитал кандидатскую диссертацию и докторскую диссертацию, я, у меня был потрясающий учителя в институте, вот Вадим Александрович Трапезников, директор, академик, да, покойный, Борис Давыдович Ланда, выдающиеся ученые, да, и они мне объяснили очень важную вещь. Если ты занимаешься делом в науке, ты можешь объяснить то, что ты делаешь совершенно необразованным человеком. Я и свою кандидатскую диссертацию объяснил своей маме, у которой не было высшего образования, но она абсолютно поняла, что я делаю. Поэтому невозможно. То есть, если что-то делают и не могут объяснить, значит, дело нечистое. Медведев. Я взял и открыл литературу. И прочитал очень важные вещи, что есть внешние признаки карликовой болезни, которые у Медведева налицо, на лице, да. И, ну что, вообще, я же не упрекаю, я же не издеваюсь над больным человеком. Вы констатируете факт. Я констатирую факт, да. И особенно это вот, он сам же показал недавно, когда он играл в бадминтон, эти узенькие плечики и большая голова, и на выходе глаза, да. И небольшой рост. Когда я как-то сказал в интервью, что у нее рост метр пятьдесят два, а, Собчак я давал интервью, Ксения. Я говорю, у нее рост метр пятьдесят... Какой рост у нее? Метр пятьдесят два. Она и представит мне транскрипт, там написано метр пятьдесят два, а в GQ, когда выходит стать, там написано метр шестьдесят два. Потому что официальная версия, у медведева рост метр шестьдесят два. Это официальная версия, да. А есть, что самое главное для нас. Для нас, в общем, не важно. И в инвалидной коляске Рузвельт был, да. И блестящий политик, там, и так далее. Поэтому речь не об этом. Но это только внешние признаки, и они не так для нас болезненные, для общества, для всех, да. А есть внутренние. Есть одна важнейшая, важнейшая особенность карликов. Они себя не самоидентифицируют. Они не могут принимать вообще никаких самостоятельных решений. И они не ощущают мир. У них развитая речь при этом, да. Они, но она бессодержательна. Она бессодержательна. И, ну, понятно, есть разные стадии этой болезни. Есть глубокая, да. Есть менее, меньшей степени, что ли, да, выраженности. И если мы проанализируем все, что делал Медведев, все, что он говорит, и то, что случайно проходит как оговорки, особенно важно, то мы поймем, что он, безусловно, больной человек. Я просто вам яркую саму историю расскажу из этого, которая многим запомнилась, когда он сказал, что мои слова высечены, мои слова отлиты в граните. В граните, да, да. Он реально не понимает. В граните же не отливает. Он дал, что гранит высекают, отливают металл. Но вот это соединение двух металла, гранит и так далее, это в голове перемешано и все, да. Но это опять, это по Фрейду уже, если хотите там. То есть, никто лучше, конечно, не определил, что такое Медведев, чем Шандерович, который скажет, дурилка картонная, дурилка картонная. Я говорил о растении, но это такое не очень хорошее, не очень точное сравнение. Потому что дурилка, нас дурят вот этой картонкой, да. И сами признались в этом. Поразительно, да. И сами признались, сказали, да, четыре года мы вас дурили, ребята, вас разводили. Вот, просто это я хотел все-таки пояснить, почему я так сказал о Медведеве. Вы знаете, если его не признают больным, да, и на это спишут его решение, то он такой же преступник, как Путин. На нем война России с Грузией, на нем нераскрытые преступления, которые он мог раскрыть, на нем прямое участие в фальсификации президентской должности. Вместе с Путиным на пару обманули весь народ. И он отвечает за то, что происходит сейчас, за результаты тех фальсификаций, которые проходили на предыдущих выборах. Но я хочу подчеркнуть очень важную историю. Вот очень важно, чтобы вот это, вот это, вот эта решительная часть общества, умная, интеллектуальная, поняла, что приоритет, вот не нужно сейчас говорить о перевыборах в Думу и так далее. Нужно точно сосредоточиться на одном вопросе, на единственном вопросе. Предотвратить предыдущие, предотвратить выборы 4 марта. Не могут, более того, я вам хочу сказать, что да, вот так же, как я объяснил логику, почему кандидаты в президенты становятся соучастниками, становятся подельниками, ровно так же все те, кто примут участие в этих выборах, станут подельниками вместе с Путиным. То есть, он криминализирует, он, как любая воровская банда, он... Вяжет. Вяжет. Он повяжет всех тех, кто пришел на выборы. От событий в России переходим к Украине. С 2004 года три фамилии следуют друг за другом Ющенко, Тимошенко и Янукович. Я бы хотел, чтобы вы дали краткие характеристики каждому из этих исторических персонажей. Ну, во-первых, я сразу так говорю, я даю эти характеристики... С позиции сегодняшнего? Нет. Я даю эти характеристики очень, так скажем, находясь в очень специальных отношениях с ними. У меня ни с одним из них нет никаких личных отношений. Более того, я не помню даже встречи с Ющенко, которая была, когда я был исполнительным сектором. Не произвел на вас впечатление? Ну, не помню. А может, я со многими еще людьми встречался на Украине, и он в то время не был там, в первую очередь, что значит... То есть, я не помню, чтобы он что-то сказал такое, что я запомнил, и какое-то впечатление. Я говорю, еще приличная встреча. Я один раз встречался с Тимошенко. Это был за полтора привезены год до оранжевого революции. Она приезжала сюда в Лондон, мы с ней просто говорили, у меня дома. И больше никогда ее не видел. Я никогда не видел Януковича. Поэтому, вот с этой оговоркой, очень важной, да, конечно, вот про Путина у меня совершенно другая история, да. Я могу теперь сформулировать, свое мнение, да. При этом я несколько раз разговаривал с Юченко по телефону, да. Вот с Юлей я вот и по телефону не говорил, да, больше. И вот, мое впечатление, я на самом деле, оно нисколько не изменилось за все эти годы, да. Другое дело, что оно, вот по отношению к Юченко, к Тимошенко, оно так менялось, да, опять не с точки зрения хорошей, плохой, а с точки зрения политической оценки того, что они делали, да. Янукович, я написал, когда он стал президентом, я написал открытое письмо окраинному народу, да, но меня многие обиделись, упрекая, вот в таком выборе, хотя, в общем, с моей точки, с моей стороны даже, может, некорректно, потому что я говорю, упрекать народ, что народ упрекать, да, но это, как бы, это, может быть, было немножко, как сказать, ну, чтобы разодорить, что ли, чтобы подумали, значит, я считаю, что, если на основе той информации, которая была, да, я считаю, что просто Янукович, он просто бандит, да, который, там, мотал срока, да, и который не имеет никакого права, морального, какого угодно, интеллектуального, если хотите, предъявить на то, на должность, которую он занимает, мне в этом смысле обидно за Украину, да, опять, я не хочу, чтобы он длить, вернее, так сказать, это не личное, да, это вот не личное к нему, да, констатация факта, это констатация факта, что бандит не может быть президентом великой страны, да, и к тому же он, не только в том, что он там сидел, а всем очевидно, что он пытался фальсифицировать выборы, да, это все, это признанно судом, что были сфальсифицированы, да, в конечном счете, да, ну, куда дальше, да, вот это то, чем Путин занимается, да, что касается Ющенко, что касается Юлии Тимошенко, две разных совершенно истории, я считаю, что Ющенко, я вообще, несмотря на то, что я высказывал ему свои упреки, там, в том числе, публичные, и каждый раз себя ругал за это, потому что я считаю, что он тяжело больной человек, потому что его пытались отравить, его пытались убить, его пытались убить, российские спецслужбы. Вы уверите, что его пытались убить? Никаких сомнениями в этом нет. Кстати, я вам советую посмотреть, вот недавно, не недавно, вот выходит сейчас каждую неделю, по ВИСе-2, фильм, который называется, документарий, документарий, который называется Путин, Россия, Запад. Потрясающий фильм. Наконец, они показывают пальцем на главного преступника в России, да, вот, показывают взрывы, показывают Грузию, показывают Украину, показывают, там, Нордуас, и так далее, и следы-то ведут прямо в одну и ту же точку, да, вот эту самую вершину вертикали. То есть, Ющенко пытались отравить? Ющенко. Российские спецслужбы? Вообще никаких, конечно, российские спецслужбы. И вот в этом, кстати, фильме, это очень выпукло показано, показана встреча Ющенко, изуродованного, с Путиным, когда Ющенко приехал в Москву после выборов. Первый визит. Первый визит. Такая человеческая трагедия. Даже этот ГБшник, да, в глаза которого заглянул господин Буш, не выдержал взгляда Ющенко. Он не выдержал взгляда, в камеру не выдержал. Видно прям вот все. Это потрясающе. И видно, что Ющенко знает, что это Путин. Вот это просто кадры, ну, Голливуд отдыхает. Сюжет, да, я вот слушаю вас. Вы просто посмотрите, это вот последний четверг было, каждый четверг, это вот вторая серия сейчас вышла. Потрясающе интересно. Вот именно этот эпизод, я вообще по силе, ну... Ющенко упущенный шанс Украины. Нет, я вообще на все по-другому смотрю. Я смотрю следующим образом. И давайте опять вернемся к Януковичу. Вот Янукович, образца 2005 года, когда он не стал президентом, и Янукович, образца, когда его, в 2010 году, когда он стал президентом. Это два разных человека. Знаете, почему? Потому что опять, он выражает мнение народа, народ стал другой. Не выражает мнение народа, а его выбрал народ, он выбран другим народом. Он другим народом, и он сам часть этого народа. Другого народа. И это сделал Ющенко и Тимошенко. Могли сделать больше? Да в стократно. Но главное сделали. Менталитет поменялся. Ведь главное, что такое революция? Что революция? Это вот когда там на площадь вышли, потому что мы ели и сменили там политическую систему, постреляли даже. Это что результат? Это результат того, что вот здесь изменилось. И это изменилось на Украине навсегда. Вы ожидали, что Тимошенко посадят? Не исключал. Именно в силу бандитского менталита Януковича. Вот точно так же, как бандитский менталит Путина. Смотрите, мелочная тварь мстит Ходорковскому. Просто мстит. Все видят, что мстит. Все. Уже это такое личное. Он продолжает. То самое Янукович. Но со всех точек зрения, политику, чуть-чуть, чуть-чуть политик. Нельзя. Запустим, даже она виновата. Я не считаю так. Но это нельзя делать. Вам жаль, Тимошенко? Очень. Очень жаль. Я просто, я просто, знаете, почему не жаль? Вообще, мне любого человека жаль. Это вообще, знаете, как тут думал, вот англичане, например, это такая небольшая, может, это такая странная аналогия. Англичане, они же почти не врут. Но поскольку человек слаб, ложь здесь заменена лицемерием. То есть, огромная, вот все эти истории, то есть, у них пропорция лжи очень маленькая, а лицемерие очень большая. Вот в сумме, а это все равно такое целое. Вот в России, я думал, вот я тоже задумался там, вот видите, в России жалостливая такая страна. Украина тоже жалостливая. Жалостливая. Вы знаете, я к интересному выводу пришел. Много жалости, но мало любви. Любовь, это следующая ступень после жалости. До этого дорасти нужно. Потому что жалеть ничего не стоит. А любить, это совсем другая история. И поэтому, собственно, поэтому тоже огромные проблемы и на Украине, и в России, и так далее. Именно потому, что любви мало. Это правда, что у Путина очень плохие отношения с Януковичем? Ну, понятия не имею. Объективно, у них есть противоречия. Дело же не опять ни Путина, ни Януковича. Дело в том, что есть интересы украинской бизнес-элиты, есть интересы российской бизнес-элиты, в которой огромная часть теперь это КГБ, да, и украинская бизнес-элита осознала абсолютно однозначно, что делиться с российскими жуликами-ворами они не хотят.